Наглаженный костюм и умение красиво говорить для них на втором месте. По словам жителей Самарского района, их будущий представитель должен в первую очередь быть человеком дела и знать все проблемные места в районе, как свои пять пальцев. Именно поэтому, прежде чем поставить галочку напротив того или иного имени, жители не раз встречались и общались с потенциальными кандидатами. Многих из них мы знаем, как жители района мы знаем. И понятно, это честные, добросовестные люди, которые окажут самую насущную помощь жителям района. То есть мы в них уверены. Власть ближе к народу, понятно, народ услышит. По словам жителей района, чтобы жизнь наладилась и власть стала ближе к народу, а народ к власти, участие в выборах каждого гражданина просто необходимо. С помощью народных избранников жители надеются решить самые насущные проблемы, начиная от благоустройства территорий и заканчивая капитальным ремонтом домов. Участники предварительного народного голосования обещают оправдать доверие. Я думаю, нерешимых проблем не может быть и не должно быть. Если ее не решить, дом развалится. Его надо как-то эту проблему решать. Либо ремонтировать, либо строить новое жилье. Ну вот этим будем заниматься как представители общественного совета вместе с общественностью, с нашей администрацией. Предварительное народное голосование подходит к концу. До 26 июня пикеты будут работать в Кировском и Самарском районах города. По итогам голосования определятся лидеры, которых партия выдвинет кандидатами на выборах в районные советы депутатов. Всего в Самаре в предварительном народном голосовании участвует порядка 900 человек. Кандидатами от «Единой России» станут 568. По итогам выборов, которые пройдут 13 сентября, представлять интересы жителей районов Самары будут 284 депутата. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.